КИБЕРСПОРТ Выпустила множество версий игры, самой популярной до сих пор считается CS 1.6. Развитие компьютерной графики и технологий позволило создать улучшенную версию CS. Так, 14 августа 2011-го была презентована Counter-Strike Global Offensive. Хотя игра не обладает захватывающим дух сюжетом или обилием интересных персонажей, CS GO сумела полюбиться целой армией геймеров по всему миру, а точнее более чем 39 миллионам пользователей. В настоящий момент в Global Offensive существует пять игровых режимов. Соревновательный, обычный, в котором можно также освобождать заложников, бой насмерть, уничтожение объекта и гонка вооружений. Основным считается соревновательный режим. В начале игры 10 игроков делятся на две команды — террористы и спецназ. Каждый раунд длится до полного уничтожения команды соперника, до детонации или обезвреживания бомбы, или же до истечения таймера. Противостояние начинается с предыгрового раунда, где единственное доступное оружие — нажим. Победа определяет выбор сторон на ближайшие 15 раундов и порой влияет на исход будущего матча. Всего в действующей версии CS GO насчитывается семь карт-локаций от Ближнего Востока до Франции и США. Еще одна из главных составляющих Counter-Strike — экономика, которая стоит наравне со сложными тактиками и скиллом отдельных игроков. В зависимости от успешности раунда, каждая команда может заработать от 1400 до 4300 игровых долларов, которые затем тратятся на закупку оружия, бронежилетов и гранат. В соревновательном режиме для победы команде необходимо выиграть 16 раундов. Если после 30 раундов счет составляет 15-15, то объявляется овертайм — 6 дополнительных раундов. И тут уже для победы нужно забрать в свою копилку 4 из них. А это не всегда просто. Чаще всего длина одного матча составляет 25-35 раундов. Однако встречаются и исключения. Так, например, рекордно долгий матч между профессиональными командами состоялся на турнире ESL UK Premiership и длился 2 часа и 43 минуты. За это время было сыграно 88 раундов и 6 овертаймов. Еще одна особенность CSGO — ранги или звания. Своеобразная система yellow-поинтов. По сути, ее можно сравнить с системой ММР в игре Dota 2. Каждому игроку присваивается ранг, который можно повышать, побеждая в играх. Всего существует 18 рангов от сильвера до глобала. По данным 2017 года, звание Global Elite имеет менее 1% игроков. Отслеживать успехи про- и полупрофессиональных игроков еще с 2004 года помогает платформа HTLV.org мекасоревновательного Counter-Strike. В качестве киберспортивной дисциплины CSGO заявила о себе в 2013 году, когда компания Valve провела турнир DreamHack Winter 13 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. На стоящее время ежегодно проводятся два майнер и два мейджор-турнира. Призовой фонд Elite Major Boston 2018 составит 1 миллион долларов. Ну и последний интересный факт на сегодня. На начало 2018-го на платформе HLTV.org засветились целых 8 белорусских команд. С вами была программа «Киберспорт для чайников» и я, Юля. Удачи на боевой арене. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!